Так, второе видео, в котором мы рассмотрим программу управления станцией DR5000. Открываем приложение. Главное окно выполнено в виде станции. Здесь же отображается непрерывный лог на всех состояниях станции. Температура, потребляемый ток. Статусы обратной связи. В общем, все, что мы производим со станции, все здесь отображается. Раздел USB показывает нам серийный номер подключенной станции. Версию прошивки, версию приложения. Компорты, по которым станция подключена. Здесь же можно при выходе новой прошивки ее обновить. И тут же происходит сброс всех настройок по умолчанию. Раздел Trackout позволяет настроить ток на главном пути максимальный. Время сработки при обнаружении короткого замыкания в миллисекундах. Показывает ток потребления и температуру усилительного моста. Здесь же настраиваются режимы работы станции с декодерами, количество шагов, количество используемых функций, режимы работы с модулями стрелочными. И в расширенном режиме такие настройки более продвинутые. Раздел контроль. Здесь можно управлять локомотивами на главном пути, стрелочными переводами. То есть полностью 28 функций скорости, освещения, направления, стрелки. Если есть, то есть вот видно, мы переключаем, в логе отображается переключение. Раздел Power в разработке пока. Раздел Track Status показывает температуру, опять же, моста и ток потребления. Раздел ResBoost и LAConnect пока еще в разработке. То есть настройки в них привести нельзя. Раздел ExpressNet XBoost. То есть здесь можно выключить шуму совсем. Включить. И здесь настройки для обратной связи. По шине Arbus. Здесь настройка для бустеров. По бустерной машине ExpressNet. Так, раздел Wi-Fi. Здесь можно настроить беспроводную сеть внутреннего модуля сетевого. То есть убираем режим работы. Устраиваем пароль. Адрес. Смотрим подключенных клиентов, если у нас сеть в режиме точки доступа. Раздел LAN. То есть здесь такие же настройки для локальной сети. Так, ну и сейчас мы посмотрим обратную настройки, обратной связи по шине S88. Сейчас у меня к станции подключен один модуль на 16 каналов. Здесь мы при указании количества модулей, у нас автоматически считается номер, количество каналов обратной связи. То есть если скажем у нас один модуль, 16 канальный 16, а один модуль 16, 1, 8, у нас 24. Там 16 каналов 0, 4 8 канальных 32. Так, вторая вкладка это мониторинг занятостей. То есть сейчас вот посмотрим. Так, запускаем. Запускаем питание. Вот первый контакт. Второй контакт. Возьмем контакт. Вот, мы можем при настройке обратной связи через программу управления проверять сработку. И вот видим, что у нас в логике как раз все отображается. По какому модулю была, если что, сработка занятости. Так, здесь еще есть настройки для беспроводов, но для инфракрасного пульта. И теперь раздел программ. Попрограммировать нашу декод. Можно выбрать на программном треке, либо на основном. На основном треке можно производить только запись. На программном еще и чтение. То есть указываем адрес. Номер CV. Если мы скажем в битах, то указываем значение бита. Матисча считается десятичным. Сумма бит для записи. Здесь же можно проверить, скажем, при программировании локомотива, как будут срабатывать функции, как он будет двигаться. На третьей вкладке у нас более продвинутые настройки, которые позволяют, например, запрограммировать какие-то непрограммируемые, в кавычках, доходы. Когда возникают сложности, то здесь можно изменить количество пакетов при программировании и попытаться запрограммировать. Так же здесь видим, отображается подцепляемый топ на треке. Ну, на этом пока все. В следующем видео мы подключим нашу станцию к стенду и будем уже в реальном режиме смотреть ее работу с локомотивами, стрелками из программы RockRail. Руквейл.